здравствуйте мои дорогие ну что ж вы наверное уже увидите тут видео с сюрпризами но я уже вроде бы думала что все увидела тут но вот сейчас когда занималась тем что просто ставила на место цветочки вот заметила еще один цветоносик это знаете кто у меня посмотрите на вот эти бугристые листья да это растрёпа это мой такой ажурные белые беглиб он безумно красивый он мне очень нравится и вот у нас да он очень любит подцвести смотрю я что видите он пропустил раз два три пазухи тут тут наверное летом он выпустил цветонос но что-то наверное это замороженный не думаю что будут два цветоноса но и этот видите видно что он такой зелененький живой а вот это ничего там такого активного я не вижу мне кажется что тот наверное летом выпустил и она его и заморозила ну и теперь подумала из новой пазухи посмотрите посмотрите вот но это тоже не новая история это тоже наверное вот эти две пазухи лица посмотрим нет в первой ничего нет но в последующих двух пазухах есть замерзшие цветоносы вообще по таким цвету нам если он в последующем подумает идти начать расти то я не удивлюсь но пока что я движение вижу вот только в этой пазухе так что один цветонос у нас еще будет но это кусочек я наверное прикреплю к другому видео не знаю где наверное в в спальне ну вы сейчас через несколько секунд увидите да если я тут что-то еще не замечу новенькое пока я тут все всех на место ставлю вот чем я занимаюсь но это это быстренько уже все самое такое тяжеленькое протирала листики некоторых даже мыло и конечно сейчас уже все легко просто ставлю на место и все все до скорого ну что ж скажу я вам что никак в этом видео никакого подоконника в спальне я вам не покажу потому что я тут еще нашла уйму сюрпризиков и конечно я все хочу зафиксировать потому что это мне по потом помогает я даже вот парочку наверное месяц тому назад как-то я заскучала по моим цветочкам да а тут на подоконнике ничего и знаете я пересматривала вы думаете это зимнее цветение да нет вот этот период когда лес цветоносов когда я их сначала находила впервые потом смотрела как они там развиваются это мне наверное это больше всего мне нравится наблюдать но это какое-то обещание вот это даже не просто вот новогодний подарок да или не знаю еще какой-то подарок а вот только ожидание праздника ожидание подарка вот это мне кажется что больше эндорфинов дает нам и больше вот там радости поэтому давайте смотреть что я тут еще нашла потому что есть вот тут где-то я поставила тех у которых на веточках какие-то проявления а сначала давайте посмотрим где нашла как их завод нет цветоносы в пазухах такс а это надо будет вот видите вот тут ну конечно это маленький это малюсенький только-только до вчера я даже вообще тут ничего не было почему говорю вчера не было потому что я очень тщательно просматривала вот это этот фаленопсис потому что это мой и паучок бронз-мейден такс у меня там пылесос работает мне кажется что шумно сейчас сейчас закрою дверь извините так вот это мой бронз-мейден паучок очень красивые у него и листья особенно смотрите вот есть такие прям сизые сизы вот этот новенький смотреть это просто просто что-то вот даже боюсь трогать он такой выглядеть выглядит как как очень хрупкий как что-то очень нежную ну классно и еще вот этот цветонос я увидела заметила конечно порадовалась тут прям пимпочка прям прям пимпулечка я надеюсь что вы его увидели я вчера смотрела очень даже так и пристально потому что он очень быстро выдает цветонос любит подсвести и поэтому я конечно искала и ничего не нашла и вот сегодня смотрю есть ну тут прям не вооруженным глазом видно а это знаете кто это альбуфеера бабочка ну понятно альбуфеер про альбуфееры даже не надо ничего это моя альбуфеера бабочка но которая она у меня цветет три липсами да это так меня написано я ее купила бабочка но чаще всего да не чаще всего она всегда у меня только три липсами и цвела но цветет очень обильно очень долго вот последний цветонос я срезала вот по моему этот да недавно просто недавно пару недель тому назад и конечно тут тоже нету никакого такого вау эффекта потому что я знаю что вот это такой цветок она всегда всегда цветет то цветоносы выпускает то цветет тут смотрите это моя кимоно бабочка вот видите там тоже не вылезает так странненько как то я даже смотрела смотрела думала что я что-то путаю ну совсем не похож на на корешок это все-таки наверное цветонос это тоже тоже очень любит девочка поцвести я тебе что не вытирала или ты уже опять пыльная какая-то она не 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 выглядит чистой хотя и всех тут протирала как некоторых и даже в душе мыло а других просто протирала тряпочкой папайка моя помните что у меня там истории с папайами у меня все папай какие-то силы и не хотят что-то там вообще или корни скидывает или елисе или что-то еще и когда я увидела вот эту папаю такую большую крупные очень добротную прямо вот не то что она у меня вырастила столько корней у нее сразу было много корней все у нее вот так великанша так вот вы знаете все-таки мне кажется что когда вы хотите очень себе сорт какой-то очень выберите себе вот как самый здоровый куст который вы найдете вот тоже самое очень рим давно хочу себе рим и вот думаю надо мне найти какой-то давно я не видела вот прям жалко что не нахожу смотрите видите вот вот видите вот там цветоносик вот будет и папайя цвести за папайя тоже очень рада ну вы видите она в очень хорошем состоянии так что она готова цвести очень даже рада она у меня стояла не на подоконник ведь у меня тут подоконник соединен с вот этой с комодом таким то она меня на деревянной вот этой все-таки там где чуть прохладней там и развиваются лучше цветоносы и по пышнее цветут да и поэтому я ее поставлю на подоконнике чтобы там был было такое по пышнее цветение так дальше 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 ну давайте сейчас вернусь к вам посмотрю кого вам еще показать давайте покажу вам болди он потому что болди у меня даже показывала вам в прошлом видео по моему но тогда ничего тут не было вроде бы а вот теперь ведь почка уже такая вспухшая ну это наверное цветонос хотя первые 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 цветение первые домашние цветение вот когда ее купила были два цветоноса магазинных я срезала и на первых почках первый раз в моем доме болди он не цвела а выпустила деток двух деток детки ушли от меня и вы знаете мне кажется что если посмотреть и можно тут ожидать и детку мне показалось так что она любит любительница выпускать так что про нее я вот прям сразу подумала вот не буду наблюдать что тут будет будет тут цветонос будет у нас цветение или будет детка что про болди она я буду рада и детки и цветение посмотрим интересно будет наблюдать что тут в конце концов будет будем с вами вместе наблюдать так дальше меня девочка тут балерина помните я купила вот этот цветонос ток от цветашкой просто из-за того что тут написано на горшочке имя балерина и я посмотрела в интернете увидела что это светло-розовенькая я такие обожаю и подумала возьму посмотрю какая она балерина вот тоже будет у нас она один раз у меня цвела в домашнем я не знаю если я найду и и домашние цветения надеюсь я забываю фотографировать больше снимаю видео вот для вас а по видео сейчас будет долго искать ее цветение ну если не найду свое видео выставлю вам покажу с интернетом выглядит балерина но скоро увидим кто это такая балерина и как она будет нас радовать вот тут у меня стеллин бош которая она у меня цвела уже два раза последние два раза она цвела у меня стандартными цветочками надо бы ее пересадить но уже поздно так что ничего не буду делать пока что если так смотрите тут она цвела стандартными потом веточку она дала тоже стандартными цвела теперь почка на цветоносе это мне кажется что точно тоже стандартные цветочки будут ну посмотрим если это тоже будут будет стандарту я попрощаюсь не так что уже новая хозяйка ее и пересадит или там решит что с ней делать а так пока что ничего не буду делать вот у нас пинточка проснулась это цветонос видно что будет цветонос так что ждем будем ждать и это стеллин бош я это стеллин бош который я купила бабочкой вообще полная бабочка но у стеллин боша вы знаете что мутация так себе так что про стеллин бош да это моя любимая просто просто моя одна из моих любимых и опять вы видите вот эти бугорочки листья с бугорками это значит что это какая-то растрёпа сейчас посмотрим есть тут имя потому что у меня из белых растрёп нет нету имени были были у меня белые растрёп есть в смысле на которых прям есть имя эту я на вроде бы тоже думала что она нотингом по моему но я точно не знаю но увидим ее в домашнем цветении так что вот тут начинается вот разбухло так видите прям видно что там что-то что-то будет интересненько это цветонос магазинный цветонос она у меня была на дуге я так и оставила просто срезала и вот из первой почки наверное мы увидим такую ажурную белую она просто прекрасная вот эти мои растрёпы я их обожаю просто обожаю вот так порадовала она меня порадовала еще чуть-чуть и уже посмотрим что там будет интересно и об этой банке у меня вообще-то села на такую полу реанимацию конечно есть какие-то корни ну что-то мне не нравилось она вообще была очень не неустойчиво когда я купила в смысле очень такая и ничего не развивалась вроде бы видите что-то тут пошло какое-то это меншин бабочка 50 на 50 значит там мы цветочки были наполовину по моему да я найду я найду и вам покажу фото очень рада что что-то что-то тут потому что на остальных корней вообще ничего там никакой надежды в смысле вот видите я посадила ее в банке чтобы как-то она начала развиваться и вы знаете вот у нас есть и не только корешок вот есть такое развитие и это очень похоже видите кончик начал не узкий такой а вот как будто расширяется мне кажется тут детка будет и если бы это детка вообще была бабочкой то это было бы отлично цветок прекрасный меншин вот видите прям видно что будет детка вот меншин бабочка прям не очень понравилась это из этого типа как дождь какой там дождь есть вот такие пела пела фиолетов бордовые в пятнах таких это не мои любимые вот пятнистые всякие но вот эти мне очень заинтересовали в бабочках они как-то вот по-особому играют эти пятна так что будем ждать надеюсь что тут все пока что я ей на посадку надеюсь на на вот это растение что тут уже начнет как-то развиваться и будет у нас радость потому что старые корни они совсем как-то не не здорово выглядят и поэтому я очень надеюсь что там все будет хорошо так тут у нас ничего кто-то у меня тут еще есть сейчас найду вот еще вот такая почечка проснули проснулась и одно это видно что тут прям будет цветонос смотрите видите мне кажется тут прям все очень даже однозначно знаете кто это у меня это очень красивый цветок стандартный ничего такого но и одна из моих очень любимых я не знаю так где мой фокус я не знаю как ее зовут но я что-то у меня какие-то такие ассоциации я вам говорил про какую-то принцессу азиатских кровей не то что принцесса наша вот ну который мы там розовой принцессой называем нет принцесса в смысле человек вот меня что-то что-то так ассоциируется всегда с какой-то вот гейшей с какой-то принцессой азиатской из кимоно нежный такой и поэтому как-то вот не знаю надо придумать и имя потому что я не нашла если кто-то из вас знает как зовут вот эту красотку я видела много похожих на вот мою девочку но у них у всех краб такой или фиолетовый или бордовый или розовый у меня краб коричневый такой теплых тепло кирпично коричневый какой-то вот оттенок крапа и это совсем и в по форме тоже не похоже на тех которых я вижу сейчас она не пересажена вот стоит что-то она вот так ложится на бочок сразу тут конечно бы надо бы пересадить но уже весной надеюсь что будет тогда хороший сезон вот разобраться с этой девочка пока что у нас будет она прелестно просто цветет очень обильный ну как очень обильно у меня если каскад на 8-10 цветков то это у меня обильно а еще у нее крупные цветы так что когда крупный цвет крупно цветковый и полинопсис то вообще там и 6 и 7 цветков то уже выглядит как очень такое пышное цветение так вроде бы это у меня тут все мне кажется что я вам никого не пропустила вот видите это просто через день я вам снимала тут два видео да и вот на третий день когда я тут всех обратно потому что я у меня не было времени заниматься за один раз все это делать так что я кусочками чуть-чуть поработала тут потом шла у нас и выходные и мы то и по по гостям ходили и отдыхали так что успела за три дня вот разобраться с с этим подоконником ну и с со стеллажами да с с малышами у меня там так вроде бы тут я вам все показала все сюрпризики в смысле но когда будет что-то еще новенькое интересное я конечно вам покажу расскажу вот такое видео на сегодня наверное короче чем всегда я делаю мне кажется но я не уверена что короче так что я вас всех целую обнимаю желаю вам удачи и до скорого пока пока мои дорогие ну Продолжение следует...